Приветствую! Сегодня мы поговорим о том, почему не объявлено состояние войны в Украине, кто его должен объявить и какие последствия произошли бы для нас, если бы было объявлено состояние войны. Действительно ли ограничение прав человека, как пишут в сети очень часто, связано именно с объявлением состояния войны, а не с военным положением? Действительно ли в случае объявления состояния войны нас бы освободили от уплаты налогов, от уплаты коммуналки, а все депутаты должны были бы быть призваны на воинскую службу в связи с мобилизацией? И вот именно с этими вопросами мы сейчас с вами разберемся. И первый вопрос, а почему не объявлено состояние войны? Безусловно, безусловно, состояние войны не объявлено по политическим причинам. Но вот тут вопрос, а кто должен был объявить состояние войны? Кто должен был объявить войну? Кстати, я здесь и далее буду состояние войны и объявление войны, вот приравнивать эти термины. Так вот, давайте посмотрим с юридической точки зрения, а кто должен объявить состояние войны, либо объявить войну. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы обратимся с вами к международному праву, потому что именно там кроется ответ на него. Если мы обратимся к вот этому прекрасному сайту под названием «Закон онлайн», и, кстати, никакой иронии, действительно прекрасный сайт, часто пользуюсь их услугами. Так вот, обратившись к этому сайту, мы находим здесь вот такой документ. Третья конвенция об открытии военных действий. Конвенция, как мы видим, от 907 года. И давайте посмотрим, что же в ней написано. Вот посмотрим сначала первое, первый абзац вот этот. Полагаю, что для обеспечения мирных отношений важно, чтобы военные действия не начинались без предварительного предупреждения. То есть конвенция говорит, что перед тем, как начать военные действия, нужно предупредить. И в статье 1, опять же, вот эта мысль. Договаривающиеся державы признают, что военные действия между ними не должны начинаться без предварительного и недвусмысленного предупреждения, которое будет иметь или форму мотивированного объявления войны или форму ультиматума с условным объявлением войны. Если мы внимательно почитаем эту статью еще раз, то мы с вами четко поймем, кто должен объявить войну. Та сторона, которая начинает боевые действия. И в нашей ситуации мы прекрасно понимаем, что объявление войны должно происходить со стороны РФ, не со стороны Украины, потому что не Украина начала эти боевые действия, а их начала РФ. Именно она в соответствии с этой конвенцией должна была объявить войну. Кстати, обращаю ваше внимание, что вот здесь есть такая информация, что СССР признал конвенцию, имеющую силу для СССР в 1955 году. РФ как наследница, правонаследница СССР признает эту конвенцию в соответствии с этой конвенцией и должна была объявить войну. А не Зеленский, а не Украина в целом должна объявлять состояние войны. Вот если бы Украина нападала на какое-то государство, тогда в соответствии с этой конвенцией действительно Украина должна была бы объявить войну. А так, в соответствии с международным правом, у Украины нет обязанности объявлять войну, потому что не она начинала боевые действия. Идем дальше. А кто в Украине должен был объявлять состояние войны? Ну вот представим, что мы до этого дошли. Очень часто люди говорят, что вот объявить войну должен президент. Но давайте посмотрим Конституцию Украины. Статья 85, которая гласит, до повноважений Верховной Рады Украины належит. И вот пошел перечень повноважений. И вот в пункте 9 мы видим оголошение за поданям президента Украины стану войны и укладыня мыру. То есть президент в соответствии с Конституцией делает вот это поданям Верховную Раду оглашает состояние войны Верховная Рада Украины. Подводя итог по этому вопросу, мы с вами видим, что не Украина нарушает нормы международного права, а РФ. Теперь переходим к следующему вопросу. Этот вопрос звучит следующим образом. Действительно ли права человека могут ограничиваться только в случае объявления состояния войны на территории Украины? А военное положение не является основанием для ограничений прав человека? Ответ на этот вопрос тоже смотрим в Конституции Украины. В Конституции Украины есть известная многим статья 64, в которой сказано, что в умовах военного або надзвычайного стану может встанавливаться окреме обмежения прав и свобод и за значением строку действий этих обмежений. Обращаю ваше внимание, что условием ограничения прав человека Конституция в данной статье определяет военное положение и чрезвычайное положение. И ничего здесь не сказано. Про стан войны. И вот здесь у меня к вам предложение. Вот вы смотрите тех блогеров, которые рассказывают, что именно в состоянии войны и только в состоянии войны могут ограничиваться права человека. Попросите их вот так открыть Конституцию и показать, а где в Конституции это написано. Не надо верить мне на слово. Пусть вот те блогеры покажут вот точно так же статью. Вот я вам показал, где написано, что именно военное положение является основанием для ограничения прав человека. Идем дальше. Предпоследним вопросом для нас является такой вопрос. Действительно ли вследствие объявления состояния войны нас бы освободили от уплаты коммунальных платежей, налогов, сборов и других обязательных платежей? Чтобы ответить на этот вопрос, нам, конечно, нужно изучать налоговый кодекс, нам нужно изучать гражданский кодекс. И если мы все это с вами сделаем, то мы увидим, что основанием для отсрочки платежей, освобождения от ответственности, освобождения от выполнения обязательств эти нормативно-правовые акты называют не состояние войны, не даже военное положение, а используют другой термин обстоятельства непереборной силы. И вот, как пример, сейчас мы посмотрим одну статью, 617 статью, которая указана, что особа, яка порушила зобовязание, звільняется від відповідальности за порушення зобовязания, якщо вона доведе, что це порушення осталось внаслідок выпадку обо непереборной силы. Обращаю ваше внимание еще раз, непереборной силы. Не военное положение, не стан війны, а непереборна сила. И тут, конечно, у вас возникает вопрос, а что же такое это самое непереборна сила? И кто решает, какие обстоятельства являются непереборной силой? И здесь мы должны с вами обратиться сейчас к сайту торгово-промышленной палаты и посмотреть на тот лист, который она издала еще 28 февраля 2022 года. Вот этот лист, и если мы его почитаем, то мы увидим, что торгово-промыслово-палата Украины на представе закону Украины про торгово-промыслово-палаты в Украине, статуту ТПП Украины, засвечуя форс-мажорні обставины, обставины непереборной силы, двоеточие, військовую агрессию РФ против Украины, что стало подставой ведения военного стану. Ну и так далее. А дальше, вот обращаю внимание, второй абзац. Смотрите, что написано. Враховуючи це, ТПП Украины подтвердює, что зазначення обставин из 24 лютого 2022 года до их официального закінчения является надзвичайными, невидворотными и объективными обставинами для субъектов господарской деятельности, або фізичных осіб по договору, окремим податковым та чи іншим зобовязанням, обовязком, виконання яких якого настало згідно з умовами договору-контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів, і виконання відповідно до яких стало неможливим у встановлений термін внаслідок настання таких форс-мажорних обставин, обставини непереборної сили. То есть ТПП вот этим документом подтвердила, что вооружённая агресія РФ и последующее введення военного положения – это и есть вот те самые форс-мажорные обстоятельства, которые являются непереборною силою, вследствие которых человека можно освободить от выполнения обязательств и от ответственности за невыполнение обязательств. Естественно, в соответствии с правилами действующего законодательства это не происходит автоматически. Это происходит только в том случае, если вы в судебном порядке сможете доказать, что именно в соответствии с военной агрессией РФ вы не можете выполнить те обязательства, которые вы взяли на себя. И это логично. Почему? Да потому, что, например, человек, который проживал в Бахмуте и проживает в Бахмуте, и человек, который проживает где-нибудь в Ужгороде, немножко в разных условиях находится, да? Согласитесь. И, соответственно, если в отношении одного мы можем говорить о том, чтобы его освободить от уплаты коммуналки, то в отношении второго возникает вопрос, а почему? Ну, если этот человек не утратил работу, он продолжает жить, по сути, прежней жизнью, он ходит на ту же самую работу, получает ту же самую заплату, и он имеет ту же самую возможность платить коммуналку, как и до войны. До, прошу прощения, сбройной агрессии. И, соответственно, почему нужно освобождать от уплаты коммуналки этого человека? Это не политический вопрос, обращаю ваше внимание. Это вопрос, который давным-давно решен в действующих законодательных актах, еще задолго до прихода той власти, которая у нас сейчас есть, да? Вот команды, слуг народа. То есть это все до них еще принято. Ну и последний теперь вопрос. Самый последний, да? А если объявить состояние войны, действительно ли всех депутатов, прокуроров, судей будут призывать? Нет, нет и еще раз нет. Такого правила в действующем законодательстве просто не существует. Если вы не верите мне, напишите в комментариях тем людям, которые в сети так утверждают, и скажите, попросите их, чтобы они вышли, и вот как я показываю вам текст законодательных актов, чтобы они точно так же показали, где написано, что вследствие состояния войны нужно призвать депутатов, нужно призвать прокуратуру, полицию и судей. Где такое написано? Ну нигде этого нет. Просто нигде нет. Как и освобождение от уплаты коммуналки в связи с введением состояния войны. Нет такого. Не верите? Попросите их, пусть покажут. Конечно, кто-то сейчас скажет, вот зачем ты мне это все рассказывал, зачем я тебя вообще слушал? Я это рассказывал для того, чтобы у вас была достоверная информация, чтобы у вас была информация, которую вы получили от юриста, от человека, который всю жизнь, по сути, посвятил изучению законов. Чтобы вы эту информацию получали не от человека, который не является юристом, не знает даже, какие законы в этой стране существуют, а просто вот, знаете как, ретранслируют чужие мысли. Мысли, которые забрасываются, наверное, не самыми благими намерениями в Украину. Вот. Я надеюсь, что то, что я вам показал, вы, во-первых, можете проверить. Я ссылочки на все нормативные акты, которые я здесь цитировал, оставлю в описании к видео. На каждой вы можете зайти, проверить, действительно ли там так написано. И повторюсь, пусть те, кто утверждают иначе, точно так же вам покажут документы, ссылки, скриншоты и так далее. И тогда вы сможете определить, кто же из нас прав. На этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Также приглашаю вас в свой Telegram-канал, ссылочка есть в описании к этому видео. И традиционно желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.